Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов и торговых инструментов. Сегодня последний день недели, впереди выходные, проведите их хорошо. В понедельник у нас с вами классические и традиционные две встречи на брифинге и на вебинаре. Паралельный понедельник. Жду вас с хорошим настроением. Событий будет очень много, чего стоит только одно заседание Европейского Центрального Банка, которое, я надеюсь, хотя бы в этот раз сможет раскачать динамику евровалюты. Не забывайте подписываться на наш канал, так вы будете в курсе всего контента, который мы туда добавляем. Оставляйте вопросы, если есть такие в секции с комментариями и ставьте, друзья, лайки. Это лучшая мотивация для любого спикера. Начнем сегодня с рынка нефти. 42.03 удержали продавцы все-таки позиции ниже 43 долларов за барлет. Хорошо. Это значит то, что пока мы не разворачиваемся, мы верим в то, что рынок даст еще большую коррекцию. Она, в принципе, назрела очень давно. И с точки зрения техники, и с точки зрения фундамента тоже поводов было достаточно. Но думаю, что сейчас будет лишним, например, с моей стороны снова говорить о последствиях ковида 19-го, говорить о том, как повторная вспышка коронавируса в ряде регионов может повлиять на деловую экономическую активность, потому что этот фонд был актуальным и раньше, но рынок особо не снижался. Но все-таки есть один фундаментальный предлог, скажем так, стимулокатализатор, который стал причиной тех распродаж, которые мы видели. Китай вчера сообщил о том, что их хранилища забиты под завязку. Нефтянкой ее фактически некуда девать. Хранилища заполнены до уровней, которые всего лишь на 1% ниже технологического предела. Это все следствие колоссальных объемов импорта. В мае Китай их купил больше 11,3 миллионов баррелей, закупал объемами в сутки. И сейчас в портах близ Китая дрейфуют и на якорях находятся десятки танкеров, на борту которых 73 миллиона баррелей нефти. Такого, друзья, не было даже в далеком, ну не таком уж, в далеком 2015 году, когда мировая экономика фактически захлебывалась в избытке нефти. Почему котировки отреагировали на эту новость распродажами? Я связываю это с тем, что не стоит забывать, ведь Китай это основной потребитель углеводородов. Второй момент заключается в том, что если действительно нефть некуда девать, вот первый вопрос, который меня посетил, каким образом Китай будет исполнять обязательства по торговой сделке США? Ведь по тем условиям, которые легли в основу первой фазы торгового соглашения, Китай должен активно, агрессивно и в больших объемах закупать американскую нефть. Есть ли возможность ее где-то сейчас складировать? И не станет ли вот это, как текущая ситуация, тревожным звонком относительно того, что само торговое соглашение начнет трещать по швам? И в конце концов мы вернемся к конфронтации между регионами, торговой войне и последствиями для мирового экономического роста. Я считаю, друзья, что мы можем на этой волне получить очень неплохой импульс для развития коррекционной динамики и снижения ниже 40 долларов за баррель. Ситуация, безусловно, может измениться. Но когда рынок располагает и помогает нам оставаться в верном направлении, я думаю, что такой возможностью нужно пользоваться. Хотя отмечу, что есть нефтеэнтузиасты, скажем так, которые считают, что котировки черного золота могут в перспективе ближайших двух лет достичь 100 и 150 долларов за баррель. Опять же, логика у них тоже, в принципе, простая. Сейчас очень сильно сокращаются инвестиции в энергетический сектор. Впоследствии, когда восстановится мировая экономика и продемонстрируют солидные аппетиты, из-за того, что эта отрасль была ранее недоинвестирована, эти аппетиты не смогут быть удовлетворенными. Ну, что-то в этом есть. Но 100-150 это, конечно же, немыслимые уровни, но это моя субъективная точка зрения. Поэтому буду рад, друзья, если вы поделитесь в комментариях к этому видео своим прогнозом, размышлениями касательно того, что с рынком нефти может произойти на перспективе, скажем, ближайших двух лет. Будет очень интересно, не только мне. Индекс американской валюты здесь тоже, друзья, разворот. Мы удержались в седле, скажем так, пока что держим ланги 96.81 сейчас по индексу американской валюты. И здесь можно загибать пальцы. Продолжать, в принципе, как мы это и раньше делали. Хорошая статистика. Заявки на пособие по безработице сокращаются уже по числу 14 недель подряд. 1.314.000 – это недели ранее. Двумя неделями ранее был показатель выше 1.400.000. Сегодня еще на повестке индекс цен производителей в 15.30. Отчет, который, в принципе, позволит нам судить о показателе инфляции. Я жду еще одну хорошую цифру. И, соответственно, до поддержки для доллара. Второй момент – это ухудшение ситуации с коронавирусом. К сожалению, в Штатах новый рекорд 60.000 заболевших. Конечно же, это снова формирует и поднимает вопросы сообразности ввода каких-то карантинных ограничений, которые впоследствии могут сказаться не лучшим образом на американской экономике. И здесь, пожалуйста, снова идет выпячивание, в том числе, и защитных свойств доллара. Но, на мой взгляд, все-таки самый главный фактор и триггер вчерашнего разворота по индексу американской валюты и его последующего роста – это обновленная статистика по балансу Федрезерва. И оказалось то, что на минувшей неделе баланс ФРС просел на величину крупнейшую за последние 11 лет. За неделю баланс ФРС охотился больше, чем на 85 миллиардов, по-моему, на 88 миллиардов долларов до 6.97 триллиона. И продолжается это уже больше месяца, друзья. Возможно, это и есть продолжение вот этой высланной ковровой дорожки, как американский регулятор будет изымать вот эту чрезмерную ликвидность с рынка. Это в любом случае не может не помогать доллару. И мы видим, сейчас американская валюта смогла сохранить свои позиции. Золото – 1800.1. Откатили мы к поддержке 1800. Считайте, что тех, кто хотел рискнуть и поучаствовать в ралли золота, есть возможность сделать это. Думаю, что стоп-лоссы стоит выставить на отметке 1790 и ждать возобновления ралли. Евро-доллар – 1.1276 на укрепление курса доллара. Европейская валюта пошла вниз. В следующей неделе заседание Европейского Центрального Банка. Это новые потенциальные экономические стимулы и фактор снижения для главного валютного риска. Фунт против доллара 1.2586. Я думаю, на этой сегодня, до конца недели, мы реально можем добраться до поддержки 1.25. Но в целом здесь тоже все благодаря тому, что стал укрепляться индекс американской валюты. На следующей неделе ждем подробностей по Брекзиту и надеемся, что в этот раз политический фунт будет на стороне продавцов. И доллар-канадец тоже сделка прекрасно себя отрабатывает. 1.36 почти сейчас мы видим в терминалах. Впереди отчет по рынку труда в 15.30. Ожидаем плохие цифры. И на фоне идущего сейчас снижения цен на нефть, пара доллар-канадец сможет протестировать до конца дня уровень 1.3650. Друзья, на этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошего дня. Всем пока!